Итак, всем привет, дамы и господа, добрейший вечерчик, с вами Криптофатеев и сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последняя новость за 24 часа, прогноз биткоина, ну и также разберем непосредственно все новости, главные события непосредственно за неделю, ну и также разберемся в графике биткоина. Что касается биткоина, действительно у нас, как я и ранее, в принципе утверждал, что криптовалюты ключевые у нас находятся ниже зоны сопротивления, это ниже резистанса, вот например у биткоин кэш это 500 долларов, у вилос это 6 долларов, лайткоин как-то пытается вырваться выше 60 долларов и там закрепиться, Но тем не менее, по рынку мы сейчас видим ситуацию такую, что все идет к тому, что уменьшаются торги и вот эта ракета, которая была у Ripple, по сути она как бы просто влила капитализацию в рынок, немного так дала иллюзию инвесторам, холдерам, что все нормально, все вроде как рынок идет наверх, но тем не менее биткоин у нас не как не может закрепиться на отметке 6700, хотя по сути зона у нас 6800. ключевая, где биткоин уже должен закрепиться и как бы уже подать сигнал идти наверх, хотя даже при закреплении зоны 6800 нам ничего не будет это все гарантировать, уход непосредственно ниже 6200 нам будет уже сигнализировать о критическом состоянии рынка, о том, что биткоин готов в принципе обновлять дно, но пока что мы видим, что начиная с 6 сентября у нас ситуация практически не изменялась, вот тут что было, это мясорубка, это какая-то попытка заработать, она, я считаю, что у многих людей не увенчалась успехов, хотя я не сужу, и соответственно проще было действительно в Ripple вложиться на новостях, про которые я говорил 17 сентября, но тут не включается типа я же говорил, просто новости, которые я тебе давал, они действительно могли вам дать прибыль, в силу того, что эти были новости прозрачные, то есть там было по новостям видно, что Ripple это единственная криптовалюта, как я в принципе и упоминал в видеороликах, которая имеет позитивный фон, сверхпозитивный фон и соответственно Ripple дал больше 2х за считанные дни. Что касается биткоина, тут мы будем смотреть по ситуации, то что мы видим и можем сказать, единственное, то что на недельном таймфрейме мы видим закрытие недели на 6700, это закрытие ростом, биткоин вырос, считаю, у нас почти на 300 долларов, то есть, ну непосредственно не 300 долларов я считать не умею, а 200 пытался все-таки закрепиться на 6800, ничего этого не получалось, сейчас пытается на 6700 закрепиться, ну грубо говоря, да, прибавил стоимость у нас биткоин 200 долларов, но тем не менее это хоть какой-то рост, но нужно учитывать, что действительно сейчас многие люди, миллиардеры, к которым я считаю, что нужно прислушиваться за счет того, что у них есть хорошее состояние, опыт в этом рынке, я считаю, что вот они утверждают, что как бы у биткоина дно найдено, но также нужно учитывать новостной фон, который нас хочет втянуть в лабиринт, чтобы нас запутать всячески, это тоже нужно учитывать, поэтому то, что у нас по биткоину 6000 это якобы флэт, нужно еще поспорить, потому что рынок еще может стагнировать и делать это вплоть до марта месяца 2019 года, сами знаете почему, ключевые события это ETF, хоть им и много на мой счет уделяют внимания, то что Ripple вырос, это очень хорошо, Ripple и многие криптовалюты, кто бы там ни говорил, фантик это не фантик, мы видим, что ни одна криптовалюта в повседневной жизни не используется, используется только биткоин, утренняя новость про Lightning Network, где парень расплачивался в Швейцарии с помощью Lightning Network, она сама о себе говорит, и я считаю, что Starbucks потом будет придерживаться такой технологии с помощью Lightning Network, можно будет уже напрямую оплачивать, все что мы сейчас видим, мы видим поднятие шортов, тут бы шортистов неплохо было бы сбрить, но считаю, что, вернее поднятие лонгов, извиняюсь, тут бы лонгистов было бы неплохо сбрить, поэтому я считаю, что, возможно, еще биток наверх подтянут, а потом жестко побреют тут лонгистов, но так или иначе, тут лонги тоже нужно у нас брить, и, естественно, шорты с 21 сентября, они просто уменьшились и очень хорошо позиции так уменьшились. Что касается, значит, последних новостей, давайте разберемся, это то, что биткоин потеряет 50% в связи с тем, что, значит, будет развиваться эфириум, а если так переводить, то, что биткоин потеряет 50% своей доли капитализации на рынке до эфириума, то есть, можно говорить о том, что эфириум заберет эти 50% и, значит, аналитик утверждает, что непосредственно превосходная технология эфириума и более широкий спектр приложений позволят уменьшить эту цифру вдвое, а именно капитализацию биткоина к 2023 году. Ну, что хочется сказать, то, что, в принципе, то, что сейчас упал эфириум, возможно, на долгосрок это является неплохая инвестиция, я уверен, что X2 эфириум даст, кстати, сегодня я его разыгрывал, но, тем не менее, нужно все-таки иметь в виду, что биткоин правит баллом и, как ни крути, пока что биткоин у нас батя. Биткоин с помощью Lightning Network, еще раз говорю, что он непосредственно будет приниматься в кафе, да хоть где, и это только вот как бы звоночки, вот как только Lightning Network полностью будет использоваться, я считаю, что биткоин превысит, помимо того, что институциональные инвесторы там позаходят, у биткоина есть светлое будущее, но также у эфириума тоже имеет место быть светлое будущее, просто нужно, опять-таки, тут ждать, это именно нужно иметь в виду, что это инвестиция, и инвестиция может быть в долгосрок. Что касается Stellar, то что он, значит, прибавил 20% в цене за неделю, и нужно учитывать то, что эту криптовалюту я ставил на первое место на сентябрь месяц, и также тут пишется о Cardano, то, что Cardano тоже непосредственно последовало росту на 7% за неделю в среднем, на самом деле Cardano чуть больше поднялась, но тем не менее, в принципе, мы видим, что это непосредственно хорошая новость, ну и также не нужно забывать о XRP, XRP, конечно, лидеры роста за эту неделю. Друзья, если вы не знаете, где быстро, безопасно и по выгодному курсу продать биткоин или эфириум, то рад представить вам онлайн-сервис CommodMarket, на котором вы можете осуществить быстрый и безопасный обмен на карты Альфа-банка, Сбербанк, Тинькофф и Открытия, а также в рамках проекта действует накопительная скидка и партнерская программа, таким образом вы можете совершить обмен в более выгодных условиях. Для этого не забудьте зарегистрироваться на сайте, ну а ссылка на CommodMarket будет в описании. Что касается NEO, значит, NEO запустила баунти-программу и, значит, предлагает 10 тысяч долларов. Соответственно, с баунти-программой вы можете подробно ознакомиться, не буду даваться подробностей, просто уведомил. Что касается главных событий, давайте рассмотрим. Конечно, главное событие это то, что у нас перенесли биткоин ETF и, соответственно, как только там на сайте SEC будет указано решение, нужно, чтобы еще 180 дней прошло и, соответственно, мы увидим полное решение. Примерная ориентировка, когда ETF будет, конечно же, одобрена, это на конец февраля, но, скорее всего, это будет чуть дальше, март месяц, вплоть даже до апреля 2019 года. Также нужно учитывать новые разработки в области майнинга, это мне мало интересно. Старое доброе ралли Ripple, нужно также учитывать, нужно также учитывать, что пока что фундаментальных новостей, опять-таки, которые бы подогревали и давали бы толчок для роста Ripple, пока что нету, поэтому тут, по сути, как-то в Ripple заходить очень опасно, если мы разберемся. Те, кто не зашел 17 сентября или хотя бы 20, не имеет смысла никакого здесь иметь какие-то инвестиции в Ripple сейчас. Что касается бирж, ралли, конечно, XRP существенно оживила объемы, но и нужно запомнить, что биржи такие, как Binance, еще некоторые биржи, значит, они глючили, а не глючили, и, соответственно, на многих биржах очень было трудно продать криптовалютный актив за высокую цену, потому что глючила биржа Binance, и вроде как люди жаловались еще на Apollonics. Ну и также Apollonics предупредила своих пользователей о д-листинге Bitcoin Dark, Bitmark и других криптовалют, которые находятся далеко за топ-100. Также российские законопроекты статус майнинга обсуждался в документе. Указано, что монеты должны быть обеспечены имуществом эмитента и третьих листов для защиты неквалицифицированных инвесторов. Эмитент токенов обязан указывать максимальную сумму, на которую они смогут купить активы. Ну и запуск основной сети Tezos. Также нужно отметить, что примечательно, что запуск жизнеспособной версии программного обеспечения был произведен еще в конце июня. После этого в листингах нескольких бирж появились токены проекта Tezos под тикером XTZ. Но что касается Tezos, интересная монета. Ворвалась она в топ капитализации на таком рынке и ворвалась она на 17 место на данный момент. Я считаю, что у Tezos есть перспектива, но, однако, видите, торги очень маленькие. 1,5 миллиона долларов, хотя капитализация монеты 1 миллиард долларов. И что касается бирж, на которой она торгуется, это HitBTC, GetIO, BitFenix и другие. Если бы рынок был благополучный, кто его знает, возможно, бы Tezos имела хороший размах. Но посмотрим сейчас, как-то покупать Tezos, пытаться в нее зайти и так далее, мало имеет смысла, потому что рынок медвежий. И зачастую, если вы заметите, когда монеты выходили, они опускались в цене. Ну, даже взять тот же Zcash, давайте возьмем, который стоил 4 биткоина или 6 биткоинов. Вот здесь мы видим начало. Значит, цена монеты этой была 4293 доллара, а именно в биткоинах это 6 биткоинов. И, соответственно, капитализация была за миллиард долларов. Какой миллиард? Миллиард? Что? Не, не миллиард, 1 миллион. 1 миллион долларов. И, соответственно, тут я просто так прикинул, 6 биткоинов, ага, нифига себе, это просто я, конечно же, перепутал, потому что 6 биткоинов тогда, конечно, другие цифры были, это намного меньше, которые сейчас были цифры. Вот, поэтому такие дела. Что хочется сказать, то, что неделя закончилась ростом, зачастую движение, которое у нас происходит, это понедельник, вторник, я заметил, поэтому ждем таких движений, которые имеют место быть на таком рынке. Биткоин толком не может закрепиться на 6700. Рипл прибавил капитализацию в рынок, влили просто деньги сюда, поэтому, ну, биткоин-доминанс, конечно, в этом случае просел. Что хочется сказать, будем наблюдать, будем наблюдать, каких-то решений тут принимать. Считаю, что, ну, мало как бы стоит, если только вы думаете в долгосрок и имеете такое желание инвестировать в актив, то я считаю, что это было бы неплохо. Но это лично мое мнение, я считаю, что так или иначе часть своего гонорара, зарплаты или еще чего нужно на каждый месяц пытаться инвестировать в криптовалюту, покупать на низах, вот, и, соответственно, холдить, 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 как говорится. Вот, ну, а с вами был Криптофатей, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok